Всем привет! А у нас сегодня новинки правильного питания под названием НИЧАЯ Фэмили Клуб. И мы их сегодня будем готовить, будем пробовать. Нам с вами очень интересно. Ничего не пробовали, все пока что вот так вот спрятано в пакетиках. И, конечно, это очень-очень любопытно. Хотим сказать, что в ассортименте компании Фаберлик пока появился чай. У тебя крупы различные, супы. У нас наши супы и самые вкусные шоколадки. Мы попробовали уже шоколадку. Значит, вот такой вот шоколад молочный без сахара, ребят, очень похожий на классный шоколад. И еще мне девчонки пробовали эту шоколадку и сказали, для веганского шоколада это прямо высший пилотаж. Вы представляете, как классно. Значит, полезные продукты перлотта с грибами, с бамбуковой клетчаткой. Он варится дольше всех 45 минут. То есть в кипящий бульон объемом 800 малый высыпать содержимое пакета, перемешать, довести до кипения. Вот как раз у нас скипела водичка. Мы это сейчас будем делать. Масса нет, то у нас получается 200 грамм у него. Ну что ж, отлично. Значит, и каша гречневая с тыквой и семенами льна. Ребята, все, наверное, знаете, что такое тыква, что такое лен, как он полезен для кишечника. Я про лен очень много чего читала. Значит, а кстати, как выглядит суп, да? Смотрите, как выглядит суп, который варит 45 минут. Ну что ж, да, перловка, перлотто. Очень вкусно пахнет, прямо очень. Ну что ж, давай, будем засыпать. Ой, какая красота. Мы готовимся по половинке. Да, да, мы будем по половинке готовить, потому что все разом, мне кажется, нереально попробовать. Варить на медленном огне под крышкой в течение 45 минут. Вот, то есть мы, получается, его убавляем. Убавляем. Она запахла грибочками. Вообще вкусно, ребята. Смотри, там прямо такие крупные, целые грибочки. Видно у тебя? Ну да, да, видно. Да, смотрите, как он варится. Ну, ждем. Перлотто с грибами мы будем ждать целых 45 минут. Так, далее, значит, все, я рассказала. С тыквой, семенами льна, значит, готовится всего лишь 5 минут. Он готовится вообще, наверное. Ну что ж, поехали с вами смотреть. Значит, это как с супками с чечевицей сейчас у нас будет. Водичка уже закипела. Так, и сейчас мы его высыпаем. Как он смотрится в сухом виде. Давайте с вами посмотрим. Ммм, какая красота. Так, не фокусируется. Вот, такая вот красота. И это вот суп-пюре, да? То есть, ммм, интересно, интересно. Интересно, как получится пюре, если такое все. Это надо бандера. Блендером, да? Значит, блендер достаем. Блендером, да? А, понятно. Ага. Ну что ж, будем знать. Так, сейчас мы высыпаем крем-суп тыквенной чечевичной. Тоже половиночку. Нашу мисочку нового антиприкарного свайберли. И хочется посмотреть, как она в сухом виде. Очень интересно, да? Ну и здесь запахи. И тоже крем-суп, да? Обалдеть. Ну что ж, будем пробовать. Сейчас у нас засыпается крем-суп бобовый с копченой паприкой и с бамбуковой клетчаткой. Да, а, кстати, тут написано, что 5 порций тут у тебя. То есть, на 5 человек это. Классно. Давайте посмотрим. Так. Не шабаршать на канеру вам постараюсь. Да, то есть, вот так вот. Красота какая. Очень необычно, конечно, Алексей Геннадьевич нас всех шокировал тем, что у нас реально сейчас... Алексей Геннадьевич нас, конечно, шокировал. Питание. У нас в компании Фоберрик никогда не было питания, да? У нас компания позиционируется как косметическая, как фестфэшн, да? А тут раз вам и правильное, вкусное, полезное питание еще и на любой вкус. Так, перлота с грибами уже пошла в готовочку. Сейчас будем закрывать его крышечкой. Газ мы, конечно же, убавили. Мощность комфорки вернее. У меня просто 30 лет был газ, а сейчас у меня комфорка последние 3 года. Я никак не могу прибавить. По-моему, везде закипело, но надо везде забавлять. Да, везде закипело. Будем сейчас везде убавлять. Красота. Все, закрываем крышечкой и отключаемся на 25 минут. Сейчас мы будем заваривать черный чай. Восточный чабрец с кардамоном, экстрактом каштана. В состав у него черный чай байховый, чабрец, мята, кардамон, есть черные смородины, корица, экстракт саган-дайля и экстракт каштана. Артикул чая 16.0.12. Немножко прочитаю по составу. Значит, саган-дайля в травам продлевает жизнь. Или чай бессмертия обладает выраженным общую крепляющим действием, помогает при физических и умственных нагрузках. Вот такая вот классная трава. Каштанг. Настоящий кладезь флавоноидов, укрепляет стенки капилляров, улучшает микроциркуляцию крови. Чабрец способствует быстрому выздоровлению, при просходе облегчает кашель, обладает иммунно-стимулирующим действием. И кардамон – природный источник важнейших микроэлементов – цинка и магния. Эфирные масла кардамона обладают тонизирующим действием и являются афродизиаком. Вот, я не знаю, такой шокарный состав. Как можно открыть? Вот здесь вот есть перфорация. То есть можно вот эту маленькую такую полосочку оторвать и по одну пакетику доставать. А можно открыть вот так. И внутри есть вот такие фабированные пакетики. То есть пакетики чая у нас отдельно в каждой пакетике. Здесь 20 пакетиков в одной упаковке. Еще что очень здорово, этот чай не содержит никакой химии, никаких ароматизаторов. В общем, полностью полезное питание. Сейчас мы будем заваривать эту вкуснятку. Так, как пакетик выглядит? Ну, обычный пакетик. Ага. Вот эта веревочка, эта ниточка еще как-то. Она внутри. Так, это интересно. А, изнутри, да, вытягивается? А запах как у тебя? Пахнет приятно. Пахнет приятно. Давай, клади. Держи. Очень интересно попробовать. И можно настаивать 3-5 минут. Как обычный чай. Попробовать наш чай с шоколадками. Но, наверное, после первого и второго. Так, мы хотим показать вам, как в процессе приготовления получается. Выключили вытяжку, чтобы вам было меня слышно. Посмотрите, какая получается перловочка. Вот, посмотрите, какая уже прям видно крупа, грибочки. Жидкость постепенно выкипает. И наша перловка должна еще вариться 30 минут. Прошло только 15 минут. Так, давайте посмотрим дальше супчики. Здесь у нас крем-суп бобовый. Вот тут, на такой высоте. Развариваем. Бобы развариваются. Ему варится еще, получается, 25 минут, да? Мы варим. Нет, уйди, это 20 написано. 20, тогда еще 5 минут варим. Ура, скоро будем пробовать салопы. Так, дальше видно, а я у тебя следующий построю. Здесь у нас крем-суп тыквино-чечевичный. Он такой более желтенький, более густой. Прямо там вот тоже, видите, кусочки перчика. Его мы варим еще 10 минут. И еще у нас суп карри с чечерицей. Он тоже такой очень желтенького, красивого цвета. Его варим еще 10 минут. Мы уже готовим крем-суп бобовый с копченой паприкой и с бамбуковой клетчаткой. То есть мы снимаем с огня, добавляем соль по вкусу и блендируем до однородной консистенции. Это по желанию. То есть его можно кушать уже так. Вот таким вот образом можно кушать. Ммм, вкуснятка. А можно его сделать блендером. Мы попробуем сделать сразу блендером. И по желанию мы подаем со свежей зеленью и можно даже сливками. Мы сейчас аккуратно начнем делать блендером прямо в кастрюльке, но мы не будем сильно касаться дна, чтобы не попортить наше покрытие грибон. Ура! И все? Так быстро? Так, вот и все. Можно кушать. А можно еще мельче. А можно еще крутон сюда добавить. Ну, в смысле, сухарики жареные. Тоже будет шикарно, вкусненько. Ну что, девчонки, будем пробовать? Да! Ура! Так, сейчас тыкли на чечевичную у нас пойдет с бамбуковой клетчаткой. Вот так вот он. Не на блендере. Вот. И сейчас будем блендером. Мы все делаем аккуратно, чтобы не повредить поверхность. М-м-м! Очень хочется попробовать. Так, составе. Лук, репчатый зеленый, чеснок. Трехла паприка. По-моему, перца нет, да? Чечевица красная. По-моему, перца нет. Ой, какая вкуснятка получается. Еще можно блендером немножко поделать. Так, сейчас у нас идет суп кари с чечевицей, с бамбуковой клетчаткой. Вот такой вот он не размолотый. Сейчас размолим. Чечевица желтая, овощи, зелень, зеленые, томаты, мокрые, чеснок, петрушка, слепые, молотые, карри, федер, чили, куцума, с бамбуковой клетчатка. Его мягчают мать. Может содержать сельдерея и сои. Ну, вот такая вот вкуснятина получается. Все, сейчас все будем пробовать. А перлотта у нас все еще готовится. Перлотта уже практически стал рассыпчатым, очень-очень таким прям манящим. Я вообще обожаю перловку, поэтому мне кажется, это будет самое мое любимое блюдо. Время пробовать первый суп. Ура! Я не знаю, надо такими холодными быть. Столько всего вкусного. И не знаешь, как дождаться. Так, значит, крем-суп бобовый с копченой паприкой у нас идет. Я понюхала, пахнет чем-то подкопченым. Угу. Но мы не солили. Соль все-таки нужна. Да, соль все-таки нужна. Мы не солили. Можно и не соленый есть? Я вот не очень люблю соли. Мне не очень нормально. Нет, мне не вкусно, без соли. Солить нужно обязательно. Получается. Но даже в самый себе суп очень вкусный. Немножко, мне кажется, даже сладковатый. Да, чуть-чуть какая-то есть выписалась скилка, но еле-еле-еле заметно. Он не сильно пряный. Он не сильно острый. Он такой, знаете, спокойный очень вкус у него. Очень-очень приятный. Давайте попробуем с солью. Угу. Так, сейчас перемешаем. Интересно нам прямо, как будет с солью. Соль поинтереснее. Да. Уже ко вкуснее стало. Да. Помните, у нас раньше были супы? На маму в детстве варили эти супы, которые со звездочками, вот там грибные, вот из-за кустаргетов. И я все время думала, что вот этот будет похож на тот. Но нет. И даже если по запаху он немножечко и напоминает наше детство, да, то этот суп, он реально более натуральный и вообще никакой химозности не чувствуется. Абсолютно не чувствуется никакой химозности. Да. Вот это мне понравилось больше всего. Очень похоже на домашнюю пищу. Да. Именно своими руками приготовлено, а не то, что из пакетика что-то. Да, похоже на обычную домашнюю еду, которую кушаешь реально с удовольствием, с огромным причем удовольствием. Причем, я думаю, даже детям не понравится. Детям, да, должно понравиться детям. Кстати, артикул этого супа 16-103. Точно. 16-103, ребят. В центральном региону точно уже доступно в БК. Смотрите, должно скоро быть. Я все ела. Мне очень понравилось. Вкусно, правда. Особенно он голодный. Да тут даже не голодный поест с удовольствием, мне кажется. Причем, он немного сытный. Сытный, сытный, хотя съели немножко. У нас на очереди второй суп. Это крем-суп тыквенный, чечевичный. Мы его чуть-чуть подсолили, совсем слегка. И пробуем. Обалденно. Мне напоминает, скорее всего, воды было маловато, и мне напоминает чуть-чуть вот это вот гороховое пюре. Гороховое пюре, кстати, да. Да, немножко прямо. Он гуще, чем по консистенции, чем первый круг у нас. Ну вот, кстати, практически ничем не пахнет. Потому что я помню вот это гороховое пюре в садике. Даже сам запах меня. Девочки, здесь очень стали чечевица. Теква, имбирь и чеснок. Вот, я чувствую немножечко какой-то есть привкус. Слегка какой-то горчиночки еле-еле уловимой, если вы долго в рту продержите, просмакуете. Какой-то вот под привкус, под тон есть. Вот это и есть, наверное, имбирь. И артикул этого супа 16101. Да, вкуснятка. Я довольна, ребят. Я реально рада, потому что всякое бывает. И иногда в компании некоторые выпускают не совсем вкусно, не совсем хорошо. Но тут прям я последними новинками безумно довольна. Это и нашими коктейлями белковыми, коллагеновыми, и нашими батончиками я очень довольна. И нашими мисками-кастрюлями, да, с покрытием гриблона я тоже прям очень довольна. И сейчас вот это правильное питание. Прямо одно удивление. Кстати, мы все сейчас в коллекции Фоберлик в наших платьях. Платья просто шикарные. Я вот тоже в восторге от этого полезного питания. Вообще не ожидала, что будет настолько вкусно. Девочки, самое что мне кажется, приятное в этом допустимое. Потому что 20-25 минут. Ну, обычно, когда быстро, это не всегда полезно. А тут и полезно, и быстро, и вкусно. Вот, не совру, аж мурашки. Потому что я довольна тем, что сделала компания Фоберлик. Особенно как консультант Фоберлик, я вообще прям сейчас его. Я еще раз говорю, мы сейчас магазин, мы будем за туалетной бумагой ходить. Все остальное у нас есть ватными дисками. Кстати, давайте предложим. Вот, за ватными дисками придется ходить, за ватными палочками. Надо предложить влажную туалетную бумагу. Надо написать ватные. А, она у нас выпускалась и почему-то медленно выпустилась. Надо сделать тогда можно вообще. Может быть, это чей-то патент. Ватные диски, можно спонжики, с чертыми. Можно вообще не ходить в магазин. Нет, ватные диски надо, я пользуюсь очень много. В общем, вкусно. Да. Обалденно. Обалденно. Без смеков. Без всяких там соусов, майонезов и прочей ерунды. Просто так вкусно. И без картошки, с которой вполне усиленно. Я уже наелась. Конечно, мне пролиться особо нечем. Я всего 2 килограмма скинула, но и то хорошо. Суп карис чечевицы, артикул 16-102. Он такой, тоже живенький получился. Примерно как первый. О, острый. Острый, наверное. Острый, острый. Вот это не мое. Это не мое. У меня желудок такой не принимает. Вот, значит, первый суп, который я не буду кушать. Это будет кушать Алексей Анатольевич. Он любит острый. Он такой очень любит. Ну вот. Чего тут все стоят? Давай я состав почитаю. Ну правда остренько. Так, чечевица желтая, овощи и зелень сушеные, томат, лукрепчатый, чеснок, петрушка, специи молотые, карри, перец, чили. Перец чили. Ага. Курпума, бамбуковая клетчатка, зеленый чай, матча, может содержать следы, блюдо и на сельдере сой. В общем, ребят, это перчик чили. Да, это точно не моё. Так как я ещё одну паковку заказала, я, наверное, подарю твоему Алёше. Будет презент. Нет, я серьёзно, он там всё любит. Сейчас, наверное, надо их позвать, пригласить, пусть они тоже попробуют. А то что, всё нам, всё нам. Мы с мамой нашли в квартиру, они там ходят. А вы уже сняли? А вы уже сняли? Нет, ещё. Попробовали, а то есть для вас самый подходящий вариант. А попробуй, да? Да. Мальчики пробуют суп кали с чечевицей. Как, Антоха? Что-то у меня какой-то острый ничего нет. Острый, да. Мне это непривычно. Как сказать? А Ирина сказала, что это твой любимый, что ты такой бош кушаешь. Нет, я с чечевицей люблю суп, но не пьющий такой островато. Да. По мне островато. А так довольно-таки неплохо. Ну, как домашний, да? Угу. Вот мы тоже отметили, что он как домашний. Антоха, давай всё мнение. Ну, как сказать, я особо суп-пюре не кушаю, это я сразу же говорю. Но такого вкуса, что не нравится, например, у меня нет. То есть у меня вкус вполне лояльный. То есть если, например, ничего не готовить, а приготовить этот суп, я его кушать буду. Вот так вот. Почему нет? Почему нет? Нормально, да, ребят? Вот похоже на что... Есть какой-нибудь привкус, может быть, химозности или чего-то такого, чтобы вам бы показалось что-то там, ВП или что-то типа этого. Не знаю, как даже что сказать. Ну, такого резкого, ничего, не запаха такого броского. То есть обычная? Обычная домашняя еда. Есть можно. Мне понравилось. Да? А что, будем ещё что-нибудь попробовать? Не, ну, если это понравилось нашим мужчинам, я вообще в восторге. Так, сейчас мальчики пробуют крем с бобой, с копчёной паприкой, с бамбуковой клетчаткой. Значит, тут в составе идёт чечевица красная. Вот, колотая целая. Клопки нужно поцелить, по вкусу. Да. Соль мы мальчикам выставили. Ну, как? Его можно делать вот так, супом пюре, а можно его не делать супом пюре. Тогда он погуще. Погуще, да. Как второе? Да. Нет, не как второе, а как такой суп наваристый получается. Сейчас попробуем. Интересный вкус. Ну, а с горохом, вот я бы не сказал, как у себя мой горох, но я горох высыл. Но бобовый чувствуется, что бобовый. То есть, а этот суп, горох или что там у нас, бобы. Вот, и паприка, копчёность чувствуется. Ну, вкус копчёного. Ну, вкусно и не остров. Нет, в этом остатки меньше. Ну, вот я сначала попробовал его без соли. То есть, в принципе, по правильному питанию, то это должно быть солить. То есть, я тоже не почувствовал, что он невкусный. То есть, как некоторые тоже есть блюда правильного питания, невкусные. Здесь же я, в принципе, даже съел, не помолчился. Вкусно. Я, в особенности, в принципе, гороховое пюре я люблю. Это я тоже есть и буду. То есть, приготовлю. С удовольствием, я, кстати, это не понравился. Не, ну, понятно, что вам не хватает там хлеба, например. Ну, кстати, я хлеб отказался. Да? Я ем только чёрный и помаленчику. Один кусочек, там, два максимум. За один и трёх тысяч. Молодец. Нет, ну, вкусно. Вкусно, я даже вкусно. На коктейлях скинул сколько? 8 килограмм у тебя минусов, да? Ну, как сказать. За два месяца. Да, и коктейли пил немножко. То есть, ну, когда ездили, где-то, нердно, через день. Мы пили коктейль, то есть, мы не каждый день его. Ну, как получится. То есть, наверное, не хочется идти на обед, хочется посидеть, быстро навел коктейля, пошел. То есть, а потом уже, например, на обед, на ужин идешь. И главное, я понял, что правило снижения веса, это, как сказал ринг-блогер, вовремя закрывать хлебореску. Нет, ну да, то есть, чаще кушать, но помаленьку. В поездках мы позднее восьми очень редко ели. По-моему, только за этот месяц мы пару раз, сколько вечером поели, и то около девяти вечера. Вовремя хлебореску прикал. И вот ему видел, он скинул восемь килограмм, а я всего лишь два. Для справедливой жизни. Ну что, суп зачет? Нет, это зачет. Я вот тогда ночью почет доем. Да. Так, сейчас мальчики у нас пробуют крем-суп тыквенный чечевичный с бамбуковой клетчаткой, артикул 16101. Он уже идет без копчености, с тыквой, то есть, он должен быть нежнее по вкусу. Надеюсь, я такую тыкву не люблю, то здесь она... Нет, я говорю, про тыкву хотел садят. Тыкву никогда по определению я ее никогда не кушал. Вот, почему-то, не знаю, потому что я не умею готовить. Вот, а путь, ну... Ну, вот, что могу сказать про тыквенный, то я его попробовал до соли, но его вот без соли не очень вкусно. Соль добавляешь, и абсолютно меняет вкус. Его, вот даже, если честно, немного повыше поставлю, чем гороховый, который предыдущий был. Самый вкусный этот, да, для тебя? Но он реально не выгля, и тут написано, что его можно подать со свежей зеленью и семечками. Но мы его просто так пока вкусную пробуем. Вот, по мне, он как ближе к каше. Это вообще не, да, ближе к каше, то есть, это как институт. И просто он так же свален, получается, маленько погуще. Но суперей я вообще не люблю, любой. А он только наоборот не любит, а тут смотрите, он со сгеной. Нет, я вот очень люблю сырный суп, вот такие-то. Ой, я тоже так. Вообще, вот, печеный суп, вот так. Сейчас я думаю, что еще будет печеный. Нет, реально, классно. Нет, прикольно. Ну, все, Мария, ты у нас готовишь. Ура! 20 минут и ребят готов. Очень вкусно. Мне понравилось. Я рада. Так, сейчас мы пробуем перу лопта с грибами и бамбуковой клетчаткой. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Крупа перловая, овощи, зелень. Рассказывать дальше или мне расскажите сами, что чувствуете? Ну вот, очень чувствуются грибы. Я люблю грибы. Морковка проварилась, все хорошо. Девочки, в составе имбирь, лук, чеснок. Перловая крупа и шампиньоны. Вкусно, мне нравится. Мне тоже нравится. Но я перловку всегда любила. Я обожаю рассолить на перловке очень. Я обожаю перловую кашу, там, тушеночкой, например. Я все перловое очень люблю. Угу. Очень вкусно. Артикул 16104. Угу. Алексей Геннадьевич, спасибо вам. Ха-ха-ха. Да, за счет. Ну, все там, удивительно вкусно. Да, мне только один суп не зашел, из-за того, что он острый. И Леша, кстати, все же острый. Ну, ты что, лучше. Угу. Ну, если Леша, спасал острый, значит. У меня все село. Вкусно. Да, рассыпчатая такая получается. Если консистенцию соблюдать, делать все как на упаковке, то рассыпчатая, вкусная, классная, реально достойная перекус. Даже не перекус, а полноценная еда. Слова Алексея Геннадьевича Мчая. Перлот из грибами – это блюдо из клуба чистых тарелок. Дети не оставляют из зернышка. Для меня это знак, что обед удался. Ну, кстати, можно готовить на бульоне, допустим, на мясном каком-то. Можно даже мяско туда добавить, не хочется. Получится вообще очень вкусно. Но мы все готовили на воде. Даже с собой очень мяже. А, так вы еще можете на бульоне варить? Да, там написано, что можно на бульоне. На воде прекрасно. Угу. Угу. 45 минут вот она готовится. По желанию, можно подать со свежей зеленью и тертым сыром. Угу. Угу. Классно. Угу. Мы прям довольны. Лук чистый тарелок. Реально. Так, сейчас мальчики пробуют перлотка с грибами, с бамбуковой клетчаткой. Артикул 16104. Так, состав крупа перловая, овощи, зелень сушеная, морковь, лук репчатый, лук зеленый, укроп, чеснок. Шампиньоны сушеные, специи молотые, не посолено, да. Так, специи молотые, имбирь и перец черный. Далее идет бамбуковая клетчатка. Тебе обычницуется сразу. А он что один мальчик просит, а я там буду кашек в парке. Андрюха, иди сюда. Андрюша Переметчев. А у меня Викуська на занятии уехала. И все Викуськины игрушки теперь Андрюшкины. Да? Ну, я перловку очень люблю. Я тоже очень люблю. С овощами, так я не готовлю, но вот лук с грибами, прикольно, вкусно. Причем это не на мясном бурьоне, ребят. Вы сейчас едите полностью вегетарианский получается продукт. Мы че, веганы? Походу да, вам нравится веганами. Можно так укушать? Лайк. Нет? Не расскажешь ли? Он жует еще. Что могу сказать? Купировка вкусная. Но, конечно, сочетание с грибами мне лично не понравилось. И еще сочетание, что здесь морковь. Морковь не любит? Да нет, просто сочетание продуктов мне лично не понравилось. То есть, кому-то может понравилось, а мне вот не очень. Как бы есть и можно, как бы, лично для меня, но... Чем ты хочешь первовку? Мясо? Кто-то побежал с нами. Нет, мне первовка нравится. С грибами вкусно, мед понравилось. А по всей крупной таши, вот эту, скажем, гречку, первовку, рис, я всегда готовлю с морковкой. Вот поэтому для меня сочетание такое вообще приемлемое и вкусное, и не знаю. На вкус и цвет товарищей нет. Ну, это да, это да. Поэтому, ну, можно в лучшем случае, скажем, выбрать. Мне не нравится, посиди под ковыряйся. На зубочистую к наколи. А так вкусно. Можно кушать. И нужно. И полезно. Я довольна, ребят. Я довольна. Ну, если мясо еще добавить, вот вообще куда. Так невкусно, что быстрее Алексей все съел. Да-да-да, я довольна. И может, он просто меньше. У меня... Сетя говорила, пусть лопнет приземное блюдахо, чем смеет бесценный продукт. Угу. Не вкусно. Ну все, ребят, зачет, да? Лайк. Так, ребята, сейчас мы засыпаем полезные продукты. Каша гречневая с тыквой. С тыквой. С тыквой и семенами льна. Вот такая вот кашка получается. Сейчас посмотрим, что там к чему. Варить ее всего лишь 5 минут. То есть, в кипящее молоко или воду объемом 540 мл высыпать содержимое пакета, перемешать, довести до кипения и убавить огонь. Варить на медленном огне в течение 5 минут. Снять с огня, подсластить или добавить соль по вкусу, да? То есть, мы варим на воде, не на молоке, поэтому мы будем солить ее. По желанию, можно подать с орешками. Вот что у нас получается из гречи. Ну, такая кашка. А пропорции водяные были, правильно, с водяными, да? Так, посолим мы сразу, потому что... Мальчики все равно без соли у нас не будут. Ну, вот такая вот вещь у нас получилась. Перлотта с грибами. Греча. А, греча, греча с тыквой. Господи, я-то что читаю? Да, греча с тыквой и семена милина. Ну что ж, будем накладывать, пробовать. Сейчас мы будем пробовать гречу с тыквой и семена милина. Артикул в этой каше 16-105. Ну, греча тут такая, немножко, как сказать даже, развалилась, да. Ну, как раз для того, чтобы успела приготовиться за 5 минут. Тыквой здесь тоже такая кашицеобразная. Ну, вот семена милина целая. Угу. Угу. Ну, да, там написано или на воде, или на молоке делается. Что-то нужно добавить, что-то не добавить. Правда, по идее. Посмотрим. Еще будет расширение, кстати, ассортимента, что очень радует. Не, вкусно. Да, очень-то вкусно, да, и семена льна так похрустывает на зубах. Интересно. Угу. Горячо, конечно, можно пробовать. Угу. Надо было немножко подождать, пока стынет. Реально сложно пробовать. Ну, Я не разочарована. Ну, приготовить, как бы съем. Не приготовить, не расстроить. Вот такое мое мнение. Я думаю, что стоит попробовать еще с молоком. Угу. С сахаром. Потому что тыква сама по себе сладкая. Да. Может, мы просто уже не ели. Ну, это тоже, да. Если бы мы пробовали эту кашу первой, сказали бы по-другому. Может быть. Где ты права. Ну, в целом, неплохо. Перловка, я вижу, больше сладкая. Сверловка, да. Перловка и суп с тыквой мне больше всего понравился. Прямо вот нежный-нежный, такой классный-классный. Очень. Так, сейчас мальчики попробовать кашу гречевую, стыкху и семена мельна. То же самое. 16-105. Ну, гречка, гречка. По мне тыквы непривычно. Я вот, друзья, то есть я потому что тыкву никогда не ел. Не больно люблю. Ага, вот смотри, Леш. Тут написано, в кипящее молоко или воду. Объемом 540 малое высыпать содержимое пакета, перемешать, довести до кипения, убавить огонь, варить на медленном огне 5 минут, снять с огня, подсластить или добавить соль по вкусу. По желанию можно подаваться орешками. Это как, каша в смысле получается? Да. А, можно на молоке, можно и так. Да, можно на молоке, можно на воде. Можно сделать латкой, можно сделать соленой. То есть тут как бы два варианта приготовления. Мне не хватает то же самое, что, кстати, в перловках. Вот я бы добавил гуляш. Гуляш, ну, какой-то либо там подлитка, либо соус, либо грибной соус, либо можно с мясом. С мясом было бы вообще шикарно. Вот, семена льна чувствуется. Непривычно. Но чувствуется. Семена льна очень хорошо образовывает слизь в кишечнике, полезную. И эта слизь как бы лечит кишечник, лечит стенки кишечника. Поэтому и нормализует обмен веществ, потому что кишечник он нами управляет всегда. И очень полезно вот эти вот семена льна принимать. Ну, такой своеобразный вкус. Интересно. Ну, есть можно. Сносно? Сносно. Ну, в целях повышения всего здоровья, снижения веса, я бы не отказался. Ну что, ваше мнение в целом? В целом за счет. Почему, во-первых, можно меньше сходить в магазин? Ну, надо же двигаться больше. Ну, двигаться мы найдем туда. Вверх. Да. По коллегам на лестнице. В другом мы здесь пойдется. Леша, твое мнение в целом? Нет, не понравилось. Все, вся линейка. Вся линейка понравилась. За исключением вот про мне, даже насколько я люблю острое. Вот первый, какой там, кишечник. Скайли. Скайли, да. Осота. Лучше, в горле сразу чувствуется. Вот, даже вот, ну, я люблю острое. То есть, если я, допустим, дома острое что-то приготовлю, допустим, семье не очень любят. Ты даже его не стала кушать, и, так сказать. Вот, ну, нет, кушать можно, но... Я вообще не стала. Мне сразу зажгло морду, и я не стала кушать острое. Ну, тут я говорю, это мы любим. Любитель. А так, зачет. Мне понравилось. Вот, из четырех пудутов, которые я сейчас попробую, да, это два супа за чок. То есть, я их буду кушать. Перловка, ну, не очень. Мяса не хватило. Да, мяса не хватило. Он вышел, когда уже за кадр, он шел туда в комнату и шел по дороге, и мы ее все прекрасно слышали, как он говорил. Ну, вот что, почему без мяса? Вот бы мясо туда. Тушеночки. Да, тушеночки. Нет, в общем, сейчас чечевичный, своеобразный вкус, то есть, интересно, и вот даже кушать, ощущение, когда ты ложишь на язык, ощущение интересное. То есть, не просто как первовку положил, а как будто сначала чувствуешь, как будто шарики ты ложишь в рот. Сладишь в рот. Так, вкусно. Вкусно, да? Ну, что, я вам скажу свое мнение. Я ликую. Я довольна, что в компании Фаберлик вышелся ассортимент с правильным питанием, и это только начало, и ассортимент будет еще шире. Я вообще, я довольна. Вкусно, полезно. Будем только за маловку макритить. За солью. И за туалетной бумагой. В принципе, вот так вот, если разобраться, то реально. Для меня, вот, молоко я сейчас меньше стал пить. Молоко пил, а сейчас я больше воду пил. Ну, то есть, если разобраться, вот то, что мне нужно, сейчас вот, супы, это, то, что свалить, которые мне добавить, и в магазин отлично за едой можно не ходить. Ну, 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 ну. Как же тебе? То есть, как узкий ассортимент, чтобы пока еще не ходить в магазин. Ну, 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 он же просит, я сказал. Да, он за ним уже не ходить, да? Да. Я же могу, например, свить в ресторан, если мне что-то захочется другого. Да? Могу в ресторан. Я тоже, она только за фигурой слежу. Но как же легко снять, она мне все так, почему-то кушает постоянно. Я уже наелся, за что? 12.00? Нет. А ты знал, что самый вкусный продукт в холодильнике? еще мы будем пробовать шоколад с чаем пробуем шоколадки конечно же это искусство потому что в них полностью нет сахара вы можете их кушать без вреда для фигуры это просто просто невероятно я к этому видео ребят самом конце прикреплю все что говорится об этой линейке еще потому что конечно мы вам сказали про вкусы а про пользу мы говорили очень мало невероятно красивые шоколадки просто невероятно красивые они крутые прямо хочется скушать и попробовать реально все так значит у меня сейчас в руке шоколадка 5 супер фудов шоколад темный без сахара с малиной и миндалем 15 салорий в одном кусочке артикул 160 22 значит тут составе идет кунжут вид грязь плоды лукумы кукуруза хоппи и семена чиа вообще фиолетовая кукуруза еще была а кукуруза хоппи это и есть фиолетовая кукуруза и так кунжут богат омега-3 кальция магний положительно влияет на работу сердца и центральной нервной системы молодые зеленые побеги пшеницы это вид грязь уже богат и железом и витаминами природный энергетик способствует насыщению организма кислородом обалдеть плоды лукумы это золото инков в состав входит комплекс антиоксидантов и железо которое доставляет кислород ткани кукуруза хоппи или хоппи не совсем понятно усиливать выработку кукулогена способствует молодости и красоте кожи и семена чиа содержат силе антивозрастной элемент который положительно влияет на функционирование мышечной ткани и суставов значит у меня в руки темный шоколад масса нет то 80 грамм срок годности 12 месяцев с даты изготовления 15 калорий в одном кусочке пищевая ценность 100 грамм продукта в принципе это у всех шоколадок одинаково значит я уже попробовать сколько можно читать значит 452 калорий на 100 грамм этот целое считайте шоколад и 452 калории но тут 80 грамм до 452 на 100 грамм ну что девчонки поехали чем будем определяться с мальчиками да 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 маленькие долечки будем объедаться в руках тает если долго держать очень вкусно она же приятно что теперь можно шоколад есть без вреда фигуры а наоборот с пользой вкусно да не скажешь что без сахара сладко очень сладко там замените сахар а то есть нам так значит у нас указано что 40 процентов а 52 процента какао 52 процента каком ничего так я не любитель дом шоколада куфем с удовольствием это не горький шоколад горчинка может быть имеется какая-то но не сильная да то есть так сносно хотя я любитель молочных шоколадов а также хочется сейчас вам сразу сказать про чай который мы все пьем для меня это привкус приятный привкус какого-то там травяного чая вот и все вот лично для меня а значит это восточный чаблиц чаблиц чувствуется очень а кардамон и хаштан вот как-то вот не знаю я только чаблиц услышала послушала и просто вкусный травяной чай с каким-то чуть-чуть слегка или заметный может быть ягодным каким-то привкусом я его пью сейчас абсолютно без сахара без степей потому что я люблю чай пить так просто без всего вкусненько в общем-то и такие травяные чай без сахара без подсластителя пью да но они реально вкусные зачем сюда еще что-то тем более у нас шоколады много ну что и лишь твой выход у тебя самая красивая вкусная шоколадка это молочный шоколад без сахара с клубникой и кундуком вроде бы все обычно мы знаем клубнику знаем кундук но здесь еще добавлен мискит это плоды дерева мискит обладает антибактериальной противовоспалительной противовирусной активностью очень актуально для нас корень маки сокровища южной америки перуанский женщин признанный афродизиак обеспечивает баланс энергии и хорошее самочувствие не знаю как правильное удаление поставить агуахе агуахе я не знаю честно народы амазонии называют флот древом жизни содержит бета-каротин и витамин c плоды лукумы это я про них читала они в источной шоколадке тоже были золота инков и еще здесь добавлен имбирь сильный антиоксидант ускоряет метаболизм подавляет восприятие вот этот шоколад по мне очень вкусный я вот тоже это обалденно красивый подарок чай с шоколадом это просто невероятно красивый подарок на любой артикул данный шоколадочный 16-19 смотрите как они выглядят вообще близко они очень красивые они реально невероятно красивые мне очень очень понравилось оформление шоколада на такой шоколад вообще не стыдно даже будет подарить тем более дарить полезный шоколад кому-то да дети племянницам там дочкам и так далее это вообще шикарно и вот 40 процентов 40 процентов очень вот этот очень вкусно это которая дайте я запомню так шоколад молочный с клубникой фундуком артикул 16-19 вот походу это моя будет любовь очень вкусно правда так я скажу вот такой темный шоколад с вишней и кешью я думаю такую попробовала мне только такая досталась и вот честно говоря мне кажется что вот этот шоколад даже более горько чем с малиной ну кстати плавится если жарко он плавится так артикул у него 16-21 содержит ягоды асайи амазонская жемчужина уникальный комплекс микровидных элементов особенно таких важных как цинк и селен настоящий природный энергетик тоже здесь есть тимбирь как в прошлой шоколадке миски тоже есть корень маки и хуанар по мачо перуанский афродизиак корень обладает противовоспалительным действием поддерживать молодость и упругость кожи вот здесь 52 процента какао тоже 80 грамм так и все шоколадки тоже без сахара мне понравилось несмотря на то что горький шоколад я не очень люблю но вкусно я очень люблю киши я с удовольствием съем но если мне захочется сладенького и будут лежать все четыре шоколадки я сначала все молочный а потом уже начну едать темный но не один шоколад мне не противен но особенно приятен пока что с лубничкой молочный вот этот молочный и вот этот еще молочный да у нас так сочинка жаба зачитывай а этот я уже кстати открыла и меня этот викуля ела артикул 16-0-20 этот молочный шоколад идет с манком также есть миски кому кому уникальная ягода улучшать синтез мышечного белка положительно влияет на углеводно-жировой обмен владел плоды но не отличный антидепрессант стимулирует синтез эндорфинов улучшать настроение успокаивает организовать сон и кукуруза хоппи ну ждем 15 минут и будем бегать радостно по квартире всякого полезного здесь 40 процентов какао так надо пробовать тоже вкусно восхищение что у нас такое появилось на полудина моего заказа пудерлик будет шоколад и чай да и вот объясните я вам а шоколадки кончились если у меня катюшка наконец-то перестанет кушать свои нации твиксы и всякую прочую чушь потому что сначала она накинулась на наши батончики вот они у нас да как вы видите у нас всегда есть в широком ассортименте дома но а потом она складе их наделась но вкусов нет и снова начала покупать всякие марсы сникерсы твиксы и так далее ну и конечно же у нас не опять идет война за правильное питание но пока победили марс и твиксы сникерс я уже больше стал добавить сначала мы один только успели да получается уже к выбору на сайте там по моему 5 или 6 да я заказала я вчера заказала еще чаи и мы еще встретимся и я думаю еще поснимаем обзор и все это попробуем потому что одно мнение это хорошо а когда мнение в пятерых это куда круче ну сегодня по-моему все довольны да я да я тоже я очень довольна а еще девчонки вот знаете что мне хочется спросить общее мнение или вот твое обо всем что ты сегодня пробовала и кушала я больше всего обрадовалась шоколад не знаю почему я больше всего хотела попробовать шоколад очень рада что такой замечательный продукт появился у нас в компании еще больше рада что у меня сейчас наверное будет меньше времени тратиться на готовку быстренько супчик кашу сварил и ну конечно чили тоже и подарок прекрасный что они мне понравилось вот они в пакетиках индивидуальных если можно там куда-то взять с собой не как травяные чайные ростуки были конечно тоже удобный тип замочек все а в целом и в общем я просто горжусь компании фаберлик что столько много всего нового появляется нас они радуют своими новинками мне она больше всего понравилось то что все таки компания делает не только много и не только широкий ассортимент но еще и качественно для меня это очень важно рекомендовать потому что иногда заходишь на какой-нибудь рынок и там валяется куча неизвестно чего и какого качества а тут ты понимаешь ты зашел в онлайн-магазин где все тестироваться по постам стандартам сампином и это это шикарно да и вот эта линейка разрабатывалась целый год да ну то что там за месяц что вот она придумывали целый год разрабатывали и таковку и снятина сделали я вот тоже больше всего ждала шоколад истинная сладко лешка но супы мне тоже понравились и каши в общем-то тоже вкусные мы все вступаем в день чая провели клап с удовольствием прямо ну что всем пока пока до встречи с вами в новых видео с вами была кротова александра или напереметь чего наша любимая дорогая обожаемая хозяйка аня коннер почему хозяйка хозяйка квартиры дома она всегда всегда сдает приглашает у нас есть чатик с девочкой сегодня мы пьем чай я вас всех ждут я думаю это классно жалко снежана не пришла у нас завтра будут съемки около цирка будет фотосессия шикарная собираются 9 человек вот к сожалению всю кровь я не смогла поехать а вот но следующую фотосессию приеду обязательно вот поэтому завтра мы опять все вместе с детьми жизнь началась да да суперли только держись реально не сколько не скучно ребят здравствуйте дорогие друзья и единомышленники мы всей семьей уже давно придерживаемся здорового образа жизни строимся питаться правильно и видим очень хорошие результаты этого своего решения так что прекрасно понимаем насколько это важно и для лидеров и для консультантов и для всех наших коллег компаний фаберли ведь от здоровья людей во многом зависит их жизнь а на здоровье влияет привычный рацион мы общались на эту тему с абсолютно разными людьми и поняли почему порой бывает сложно придерживаться здорового питания во первых очень много информации одни источники противоречий другим и поэтому любой человек может легко запутаться в том что хорошо а что плохо часто перекус который рекламируется как здоровый содержит огромное количество опасных и вредных для организма веществ существует исследование которое показало что из тех людей которые считают что они ведут здоровый образ жизни лишь только 20 процентов действительно соблюдают его во-вторых качественные продукты не всегда легко купить поэтому мы решили не только понятно и просто сказать о здоровом образе жизни и вкусом питания но и сделать широкую линейку полезной еды которая доступна каждому я уверена что вкусная еда может быть полезной а полезное бесконечно нас радовать именно этот подход и лег в основу нашего нового клуба который мы назвали не чай family club причем это самый настоящий клуб для всех кто хочет ежедневно наслаждаться едой и заботиться о своем здоровье одна из основных задач клуба это популяризировать идею здоровой активной и главное счастливой жизни конечно дорогой образ жизни это комплексное понятие это и среда обитания я имею ввиду чистый воздух а близость к природе соблюдение режима дня физические нагрузки уровень стресса но правильная еда и питье занимают в этом списке очень важное место и мы об этом расскажем в нашем клубе важное место и мы об этом расскажем в нашем клубе вам не придется начинать здоровый образ жизни с понедельника Это можно будет сделать прямо сейчас. Нам с вами будет легко разобраться в составе продуктов и правильно организовать свой рацион. Мы расскажем все о дыхательных практиках и здоровом сне. На своем примере покажем, что это легко, весело и просто. В этот проект мы вложили всю нашу любовь, знание и душу, а реализовать его нам помогли лучшие эксперты в сферах диетологии, психологии и фитнеса. Вместе мы трудились целый год, и сегодня я вам с радостью представляю результат нашей работы. Продуктовая линейка «Чай Фэмили Клаб» будет постоянно расширяться. Она очень масштабная и интересная. С ней вы легко и без забот сможете оздоровить свой рацион. И ваше знакомство с продуктами линейки мне бы хотелось начать с самого вкусного – с шоколада. Специально для тех, кто не может жить без сладкого, мы разработали полезный шоколад «Пять суперфудов». Один кусочек этого шоколада содержит менее 16 калорий. Всего в коллекции будет три молочных и четыре темных вида шоколада. Каждая плитка щедро усыпана крупными кусочками солнечных фруктов, спелых ягод и ароматных орехов. Это очень красиво выглядит и не менее прекрасно на вкус. К молочному же шоколаду мы добавили манго, клюкву и грецкий орех, клубнику и миндаль. А в палитру вкусов темного шоколада входят имбий, апельсины и какао-бобы, вишни, кешью, малина и миндаль. Это просто идеальный десерт к нашему новому чаю от Нечаев «Фэмили Клаб» из серии «Лонг Лайф». Из восьми уникальных и насыщенных купажей, один из самых интересных, на мой взгляд, это чайный напиток земляничный медовый иван-чай саган-дайля. Растение, которое не зря называют чаем без смерти. А еще наш пакетированный чай очень удобно брать с собой и легко заваривать, что не менее важно. Чай и десерт, это, конечно, вкусно, но они не могут составлять основу нашего рациона. Поэтому мы предлагаем широкую базу готовых решений для завтрака, обеда или ужина. Первые, вторые блюда или просто каши с ее помощью создать вам будет очень-очень легко. Но это не значит, что содержимое коробочки нужно просто залить кипятком. По принципу «раса» готова. Нет, наши продукты правильные. Они все-таки потребуют от вас некоторого времени, чтобы их приготовить. В состав включены полезные ингредиенты. Самый важный и интересный из них – это бамбуковая клетчатка, которая и вес помогает снизить, и токсины выводит. Подробнее о пользе и преимуществах состава наших продуктов вам расскажут наши эксперты. А я вас от души благодарю за внимание и доверие. Добро пожаловать в Нечаев Family Club. Вас ждет невероятно много полезного, вкусного и интересного. И первым из наших экспертов, которого мне хотелось бы вам представить – это Михаил Гинсбург. Михаил Гинсбург – диетолог, доктор медицинских наук. Знает о правильном питании абсолютно все и даже больше. Имеет специализации врача-диетолога, эндокринолога, кардиолога и психотерапевта. Является автором более 10 научно-практических и популярных книг по похудению и ряда научных статей, посвященных вопросам коррекции избыточного веса и правильного питания. Постоянный эксперт многих ТВ-программ и популярных журналов о здоровье. Дорогие зрители, я очень рад, что смог внести вклад в создание клуба и таких замечательных продуктов, которые дарят незабываемый вкус и приносят ощутимую пользу организму. И сейчас я бы хотел подробнее рассказать вам о линии Long Life, которая, как уже отметила Елена, очень богата суперфудами и флавоноидами. Почему же они так необходимы в нашем рационе? Суперфуды – это продукты с повышенным содержанием витаминов и минералов. Они не только защищают организм от болезней, но и стоят на остраже нашей красоты и активно борются со старением. О флавоноидах, я уверен, вы уже слышали, их сейчас называют антиоксидантами. Для нас они порой гораздо важнее, чем витамины и минералы. Они присутствуют в ягодах, фруктах, овощах, травах. Они улучшают обмен веществ, предупреждают развитие диабета, положительно влияют на сердечно-сосудистую и нервную систему. В коллекции чая Long Life 8 уникальных вкусов. Мы долго отбирали и сочетали ингредиенты, чтобы добиться этих ароматных и насыщенных полезными свойствами купажей. О составе и пользе каждого вы можете прочитать на упаковке. Вот, например, черный чай «Ванильное яблоко» с корнем солодки. Помимо плодов яблок и корня солодки, содержат листья ежевики, плоды шиповника и корицу. У него столько пользы и такой притягательный аромат. Заботой о вашем здоровье был создан и шоколад из линии 5 суперфудов. И готовые решения для первых, вторых блюд и завтраков, которые в корне изменят ваше представление о правильном питании. Легко, удивительно, вкусно и полезно. Вот наши основные принципы. А чтобы узнать все самое интересное, присоединяйтесь к нашей теплой и дружной компании в клубе. Вместе с другими экспертами мы увлекательно расскажем о том, что состоят продукты, которые мы обычно покупаем. Определим, каких ингредиентов стоит избегать, а какие, наоборот, несут реальную пользу. Обещаю, скоро вы будете знать их уже меня. Каких пищевых добавок, а это те самые пресловутые буквы «Е» в составе продукта, действительно стоит бояться. А какие вреда совсем не приносят. Могут быть даже полезными. Спасибо, Михаил, это было очень интересно. И теперь я хотела бы передать слово нашему следующему эксперту, Михаилу Хорсу. Михаил Хорс. Кринический психолог, аддиктолог, теледущий и постоянный эксперт нескольких телерадиопередач. Автор трех книг о психологии. Создатель авторского психологического метода избавления от вредных привычек. Лауреат национального конкурса «Золотая психия». Член Союза хана психического здоровья. Член профессиональной гильдии психологов. Ведущий и автор телепередачи на канале «Доктор ВГТРК». Добрый день, коллеги, друзья. Сегодня в эфире очень часто звучит слово «вкусно». А задумаемся ли мы о том, что вообще такое вкус и почему он нам так важен? Вообще говоря, под словом «вкусно» есть определенная биохимия. Потому что когда мы едим вкусную аппетитную еду, в нашем организме вырабатывается гормон счастья – серотонин. И он нам моментально поднимает настроение. Вот берем мы шоколадку, кушаем, и серотонинка у нас вырабатывается. Ну все же мы замечали, как в момент стресса рука так и тянется к чему-нибудь сладенькому, вкусненькому, жирненькому. И часть всего, конечно, это шоколад. Что происходит с людьми, которые сидят на диете? Они отказывают себе во вкусняшках, чтобы вот не навредить фигуре, да? И что получается, что общий уровень стресса, фоновый стресс, он растет. Потому что человек отказался от чего-то важного, вкусного, от радости жизни, от серотонина. Мы в «Нечае Фэмили Клаб» хотим, чтобы вы наслаждались вкусной едой. Чтобы вы не только вкусное кушали, но и получали при этом пользу. Создавая шоколад из линейки 5 суперфудов, мы максимально наполнили его полезными ингредиентами и убрали из состава весь сахар. Вместо вредного сахара мы использовали натуральные заменители – стевию и мальтит, которые являются мощными пребиотиками и регуляторами иммунитета. Только представьте, в одном кусочке содержится менее 16 калорий. Вот теперь, если честно, можно есть шоколад абсолютно без чувства вины, снизив не только количество потребляемых калорий, но и принося ощутимую пользу своему организму. Это, ну, просто чудо. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей узнали о «Нечае Фэмили Клаб». Ведь один из самых важных посылов нашего клуба в том, что с нашими продуктами каждый день наполнится множеством радостных моментов, из которых и складывается тот самый здоровый, но главное – счастливый образ жизни. Михаил, спасибо большое. Вы все разложили для нас по полочкам. И я хочу представить следующего нашего эксперта – Павла Синявина. Павел Синявин – фитнес-тренер, создатель проекта «Битва за тело», презентер российских и международных конвенций, сертифицированный инструктор направления «Зумба фитнес» и «Антигравити-йога», профессионал в области степ-аэробики, классической аэробики и силовых направлений, участник танцевальных проективов, победитель ежегодного турнира «Дэнс Кап», большой фанат активного отдыха со своей дружной семьей. Всем привет! Я рад, что у Алексея и Елены появилась идея создать этот замечательный клуб, в котором мы расскажем, что здоровый образ жизни – это вовсе не тяжело и не скучно, а наоборот – здорово и весело. Особенно вместе с нами и продуктами «Ничайф Фэмили Клаб». С готовыми решениями для приготовления первых, вторых блюд и каш, задоры энергии для занятий спортом у вас будет хоть отбавлять. И очень важно, что в составе продуктов, помимо уникального комплекса здоровых компонентов, содержится бамбук веклетчатка, о которой сегодня уже упомянула Елена. Это действительно уникальнейшее волокно, которое гипоаллергенно. Отдельно хочу сказать про субкарий с чечевицей из этой линии. Среди его ингредиентов есть и зеленый чай мачо для бодрости и высокая работа способности во время тренировок. Кстати, я призываю ходить на них вместе с родными и близкими. Мы вот с семьей именно так и делаем. У нас совместный активный отдых предпочитают абсолютно все, даже моя любимая теща. И еще очень ошибаются те, кто считает, что спорт – это тоска. Не забывайте, что даже танцы – это очень крутая физическая активность, а за час занятия зумбой вы сжигаете целых 500 калорий. Забегая вперед, скажу, что мы разрабатываем для членов клуба программу веселых и эффективных тренировок, которые каждый сможет самостоятельно проходить дома. Уверен, вместе с нами вы скоро заметите, как меняется качество жизни вас и ваших близких. И ваше отношение к спорту, конечно же. Спасибо, Павел. А теперь спортом, я думаю, нашим зрителям будет заниматься еще интересней. И я хочу передать слово нашему следующему эксперту Ольге, которая как раз и занималась разработкой всех этих продуктов. Елена, спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые лидеры и консультанты. Мне очень приятно сегодня представлять наш клуб. Как директору направления продуктов питания, мне хочется рассказать о качестве наших товаров, над которыми мы так долго и тщательно работали, чтобы сегодня с гордостью предложить вам их от клуба «Ничаев Фэмили Клаб». Ваше здоровье и ваши счастливые улыбки для нас – самая главная задача. Поэтому вместе с командой профессионалов мы собирали самые качественные ингредиенты, тщательно отбирали компоненты, искали лучших поставщиков и предъявляли им очень высокие требования к отготовлению. Также мы приглашали независимые аудиторские компании для оценки производства. Сейчас вы сможете убедиться в этом сами. Мы подготовили для вас небольшой, но очень вкусный и красивый видеоролик с производства шоколада. Так что вы сможете своими глазами увидеть, какую высокую оценку мы получили от аудитора за качество, эффективность и профессионализм. Ольга, спасибо большое. Теперь мы все уверены в качестве наших продуктов. А сейчас мы посмотрим видео от наших участниц Российской лиги предпринимателей, золотых директоров «Фоберлиг», Алины Безденежных и Светланы Мельниковой. Они вошли в фокус-группу и помогали нам тестировать новые продукты. Светлана и Алина поделились с нами эмоциями и своими впечатлениями. Нам всегда важны честные отзывы тех, чему мнению мы доверяем. Приятно оказаться в числе первых членов клуба «Ничаев Фэмили Клаб» и ощутить на себе заботу его создателей и идеологов. Здорово, что команде удалось просто невозможное – создать полезные продукты, которые приносят удовольствие. Шоколад очень нежный и сладкий, при этом в нем совершенно нет сахара. Здорово, что любимый десерт стал полезным. Никаких угрызений совести, одно сплошное удовольствие и польза. Я уже попробовала чай «Ланг Лайф». Не думала, что меня можно будет удивить вкусом, но удалось. Я впечатлена. Вся коллекция очень вкусная и ароматная, но ванильный ройбуш мне понравился больше всего. Не терпится собрать всю семью за теплым чаепитием. Дорогие друзья, сегодня мы рассказали вам об очень важном для нас событии, о создании клуба «Ничаев Фэмили Клаб». Это были, конечно, только первые анонсы новинок, ведь ассортимент нашей продуктовой линейки будет постоянно расти и радовать нас все больше и больше. Сейчас мы поставили, получается, 4 сковородки с нашей линейки «Фаберлик». Это у нас еще вот эти две идут как вид новинки, доступны будут с 31 числа только. 31 августа. И давайте с вами по порядку. Значит, первое, что мы будем готовить, это суп карри с чечевицей, с бамбуковой клетчаткой. Значит, способ применения нужно в кипящий бульон объемом 1-2 литра высыпать в содержимое пакета, перемешать, довести до кипения, убавить огонь и варить на медленном огне под крышкой в течение 25 минут. Снять с огня, добавить соль по вкусу. По желанию можно подать со свежей зеленью. Значит, смотрите, какое тут огромное количество минералов, микроэлементов. Это все очень даже здорово, да. Смотрите, насколько он полезный. Тут содержатся только натуральные компоненты. И состав, вот, да, помимо вот этих всех вот витаминок, еще идет чечевица, овощи и зелень сушеная, томат, лук, репчатый чеснок, петрушка, специи молотые, карри, перец, чили, куркума. Далее, значит, бамбуковая клетчатка, зеленый чай матча, а, матча. И может содержать следы глютена, сельдерея и сои. Да, вот смотрим с вами. Для чего они нужны, да, чечевица богата белком, клетчатка уникальный источник пищевых волокон, куркума, мощное природное противовоспалительное средство, и матча обладает выраженным омолаживающим эффектом. Ну что ж, ребят, едим, молодеем. Мало нам коктейлей с коллагеном и с белком, еще и будем молодеть вот с этой вот красотой. Ну что ж, значит, этот суп у нас готовится 25 минут. Вот, далее еще один такой вот супик. Это получается крем суп бобовый с копченой паприкой. Я вообще крем супа люблю, а вы, девчонки, любите? Я тоже люблю вообще. Ну, будем пробовать. Да, на каждой упаковке написано 100% натурально, поэтому, я думаю, будет очень даже здорово. Так, масса нет, 200 грамм у всех, я так понимаю. Да, 200 грамм у всех. 120 грамм. Есть 120 где-то? А, в гречи, да, тогда тут идет, значит, 200 грамм у бобового супа. И также точно такой же способ приготовления и варить 20 минут. И тут тоже, тут 25 минут мы варим, тут 20 минут мы варим, да. Далее, что у нас получается, значит, крем-суп тыквино-чечевичный с бамбуковой клетчаткой, крем-суп бобовый с копченой паприкой. Значит, а тут тыквино-чечевичный с бамбуковой клетчаткой. Так, значит, давайте с вами смотреть, значит, масса нет, а также 200 грамм, и готовится он, получается, также 25 минут. Самый длинный, вот тут, вот это самый быстрый. Мы будем пробовать сразу все, и наставили всего побольше.